Всем добрый день! Сегодня в Нальчике должен был состояться суд над профессором Муратом Хаконовым, но его перенесли на 21 ноября, здесь же и на Горького, Горького 18, если состоится, если опять не перенесут, очередное заседание. А со мной рядом стоит брат, младший брат Мурата, Азамат Хаконов, также профессор, ну у них вся семья, отец был профессором, они оба профессора, который в настоящее время работает в Майкопе, в Адыгейском государственном университете. Азамат раньше также преподавал в КБГУ, но потом получилось так, что он оказался в Майкопе, да, вот сегодня он работает там. Азамат, расскажи, пожалуйста, как это произошло? Хорошо. Я, во-первых, внесу поправку. Суд не над Муратом Хаконовым профессором, а суд над руководством университета, которое уволило Мурата, обвинив его в том, что он якобы нарушил секретность там, находясь в поездке два дня. Я был вместе с ним, я в курсе, мы были на свадьбе нашего друга, в Турции, да, значит, дочка нашего друга замуж вышла, два дня мы там находились. Во время отпуска, это вот конец апреля, самое начало мая, вот, и Мурат, как обладатель третьей формы, уведомил руководство университета за месяц, там за две недели надо, что он поедет. Никаких возражений не было, нигде не было никаких семинаров, выступлений, никаким материалом секретным Мурат не подходил, а если подходил, пусть предъявят. Это все должно быть зафиксировано, потому что с окончания аспирантуры, когда Мурат имел серьезную форму доступа, как я, аспирантура в институте Курчатова, его руководитель, академик Евгений Павлович Велихов, вот, там пять лет должно было пройти, и он через пять лет только смог поехать за границу, за границей он был раз 20, и никаких претензий к нам не было, включая Японию, в основном Данию, вот. Я являюсь на самом деле штатным сотрудником института ядерных исследований, который находится в Москве, но у нас в республике есть филиал Баксанская нейтринная обсерватория, похоже, филиал есть на Байкале, вот эти два филиала, внешних я, приписан сейчас к отделению Баксанская нейтринная обсерватория, я нахожусь на дистанционке, то есть у меня работа позволяет одновременно, научная работа позволяет одновременно преподавать. Брат хотел, чтобы я преподавал в университете, так как у нас проблема с контингентом, со штатом преподавателей квалифицированных, кто может вести соответствующие дисциплины, в данном случае речь идет об атомно-ядерной физике. Вот у меня по этой части есть статьи в центральных физических международных журналах, у меня есть, я сам лицензирую, Physical Review, Physical Review Letters с 95-го года, около 44-х работ я пролицензировал для этого журнала первой квартиры, но они считают, что нашли более квалифицированного преподавателя в лице инженера, который у меня же защитил кандидатскую диссертацию, у которого публикаций нет, знаковых, который навряд ли решит, я извиняюсь, 20% или 10% задачи задачника. Я девочек подготовил, которые могут задачи решать, но их не привлекли в качестве преподавателя пока. То есть здесь важно ввести предмет квалифицированному человеку, потому что мы заинтересованы, институт ядерных исследований, чтобы на Баксанскую апплесерваторию приходили подготовленные специалисты. Сейчас молодые сотрудники, все, это наши выпускники. Они неплохо себя зарекомендовали, но нам очень важно, чтобы планка не терялась, которую мы 20 лет назад, Мурат открыл магистратуру по астрофизике. Вот она у нас успешно работала. Ректор новый с 2015 года, это Алтудов, он нашу магистратуру закрыл, точнее он не продлил, и она закрылась автоматически. Нас же обвинив, что мы не выполняем, не удовлетворяем пунктам необходимым и так далее. Но мы, оказывается, удовлетворяем пунктам, там 12 пунктов есть. Лучше всех остальных, одна из самых лучших магистратур, вообще признана в стране она, одновременно он закрыл ее химиков, то есть он не только физиков прикрывает, но и химиков. Это второй был по силе факультет у нас всегда. Ну, в 21 году, когда я понял, что создают проблемы и не дают работать, что уже к чему это финал предвидится, что он будет полностью разгонять физиков, закрывать, сливать факультеты физически, химически, биологически, делать один факультет, всякие планы, упразднять кафедры. С чем это связано? Это связано с тем, что явно не заинтересован ректор в том, чтобы университет был сильный. Это парадокс, казалось бы. На самом деле цель здесь видна. Это распоряжаться он хотел бы полностью активами. Всеми активов очень много. А проблема в том, что это Миноборнауки. Это федеральная собственность. Вот это все надо перевести в муниципальную. Для этого надо первым делом сделать университет автономным, чтобы эти вопросы решать келейно. Для этого такие яркие представители, значит, в профессорско-преподавательском составе, знаковые, как мой брат, не нужны ему совершенно. Вот в связи с этим связано вот это прессинг и на физиков, и в частности на моего брата. Они, если бы не эта прессинг, а то что-либо другое, они бы обязательно попробовали использовать. Вот они нашли Лесев проректор, который был первый у нас по учебной части. Видите ли, нашел, что там Мурат приписал себе два занятия, которые он не проводил. Знаете, как это так, что это за... Оказывается, во-первых, Мурат не заполняет, чтобы приписать эту ведомость. Если он подписал что-то такое, то это действительно ущерб, действительно нанесен на тысячу рублей. Но давайте посмотрим. На десятки миллионов рублей мы можем предъявить и найти, и посмотреть, и поднять расследование, о которых Лесев вообще, на которые внимания не обращает, какой ущерб наносит материальный, физический, точнее, то, что реально можно проводить расследование, и что и, в принципе, и делается. Постоянно отбивается он как-то, умеет договариваться, разрулить. Но постоянные ремонты, постоянная вот эта его, значит, активность связанная с тем, чтобы маскируясь хозяйственной деятельностью, что-то надо сделать, увеличить, приумножить, значит, благосостояние личное, как я понимаю, включая вот то, что он так ратует за то, чтобы максимально у нас обучались иностранцы, скажем, из Индии на медфаке, которые платят гораздо больше остальных. И здесь они платят, надо посмотреть, сколько университет получает, и сколько получают посредники. И вот эта разность, кому она достается, тоже надо выяснить. Вопросов очень много к нему. Эти вопросы не поднимались. Определенная была нерешительность проявлена со стороны коллектива университета. Коллектив каждый остается, как бы, моя хата с краю по принципу. Но вот Мурат от этого отказался. Он поднимал вопросы все громче. И заступался за коллектив против увольнения знаковых фигур. Многие ушли сами, вот как я. Например, профессор, вот, Мухаммедович Хануков-Лафишев, это ведущий, один из самых ведущих математиков. У него сильнейший ученик, его ученик, это Алиханов Анатолий, который сейчас проректор в Ставрополе по науке, который один из самых цитируемых ученых. Вот такие знаковые фигуры, и вообще сильные физики, математики оказались не нужны. Они или уволились, сами ушли, или их уволили. Вот такая ситуация. Азамат, ну, насколько я понял, ты сам тоже ушел и оказался в Майкопе. И какие условия были созданы? Я сейчас скажу. На самом деле, я с 1 октября в Майкопе, меня, когда узнали, каким мы гонениям здесь подвергаемся, пригласили. Дело в том, что у нас три школы, очень серьезные, физические. Это школа Франко-Академика, это ученики у него, Хатукаева знаменитая наша, это у Нежев, в период Кутович, бедный ушел из жизни. Это у нас там вот такой есть, сейчас я вспомню, я извиняюсь, значит, забыл, сейчас Дикинов, Дикинов-Ассанби, и очень такой, тоже яркий представитель, значит, один из последних аспирантов, Франко-Жикомухов, Жикомухов, он тоже доктор наук, как и Дикинов, он тоже из жизни ушел. То есть, видите, если вот эти направления не поддерживать, то смены не будет. С большим трудом мне удалось взять одного своего бывшего аспиранта, который у меня успешно в срок защитился на работу, и то, используя членов попечительского совета, и молодежи практически не удавалось нам оставлять при этом ректоре, чтобы была смена. И вот, видно, что это не случайно все делалось, важно было как-то нас всех разогнать и заниматься, чем он хочет. Аналог в России есть, на самом деле, это Полихата, посмотрите в интернете, кто это такой. Это председатель Шахматной Федерации Москвы, известный авантюрист, который, в частности, вот очень похоже, завладел активами, фактически, рейдерский захват университета Подмосковья, химико-технологического, связанного с пластическими массами и так далее. Они там создали, значит, используя свои связи в верхах, скажем так, они создали, значит, совет, который возглавил брат Полихаты. То есть, это не единичный случай в России. Примеры были уже, да? Примеры были, да. И, конечно, вот Академия НУК тоже отбивалась от захвата земель. Вот, вроде удалось Академии НУК отбиться, там более здоровая ситуация, но вузовская система, она серьезнейшим образом попала под раздачу, что называется, под удар от таких дельцов, предпринимателей, которые озабочены собственным карманом, в первую очередь, своими интересами. Вот, и то, что они решают эти вопросы свои, скажем, в Москве, это хорошо не характеризует, значит, наша Минобернаука, скажем так. Все у меня пока. Да, Азамат, ну так, про Майкоп, условия. Да, условия, значит, мне открыли лабораторию, которая была закрыта ректором здесь, лаборатория субатомной вычислительной физики. Сейчас мы получили возможность работать там, со студентами, с ведущими преподавателями, мы, у них очень сильное преподавание математики и программирования. Поэтому, я думаю, что... Студенты не раз побеждали, да? Студенты выигрывали, у них по математике, особенно у школьников, серьезнейшее достижение. Это благодаря, в первую очередь, их ректору, МАМИ, значит, Дауту Казбековичу, он подготовил двух победителей Международной Олимпиады школьников по математике. Это Демин Данила, вот, один из них, из Адлера, мальчик, которого, значит, курировал и готовил непосредственно Даут. Вот. И это Ковалев, там есть еще тоже ученик, они прошли через Майкопскую летнюю математистическую школу. То же самое они сделали с преподаванием, значит, это Даут тот же, с преподаванием математики на младших курсах, первый-второй курс. Они открыли очень интересную магистрскую программу, единственную России, связанную с теорией игр, комбинаторной геометрией. Это открыл декан факультета одного из ведущих на физтехе, Райгородский. Они подтянули такого известного математика как Саватеев. Да, известный есть. У них есть и гранты соответствующие. Они попали в программу 2030. Сейчас они по ней успешно отчитываются, но по физике таких достижений у них нет. Я назвал только школу Франка, но у нас есть школа, до сих пор существует школа Задумкина. В частности, Задумкин считал своим лучшим учеником нашего отца, Аккурата Лебесановича. Но кроме отца там Шибзухов Азамат Аюбович, Ирина Гусейна Шибзухова. Его ученики Задумкина, их рейтинг довольно высокий. У нас два докторских совета связаны со школой Задумкина. Один из которых по нанотехнологиям он сейчас пока временно закрыт, форума не хватает. То есть если увольняют преподаватели и преподаватели уходят, то Аккурум требует 14 докторов, скажем. Но второй он еще работает. Вот недавно у нас прошла защита докторской диссертации. Я остаюсь членом совета пока в университете в Калинино-Балкарском. И третья школа это школа Задумкин. Это школа Кумахова Муродина Букировича. Эта школа связана с прохождением через вещество, с излучением электромагнитным. Вот Мурат является ее представителем. А я себя считаю, что я набрал из всех трех школ и по трем направлениям имею соответствующие публикации в центральных журналах. А Майкоп я извиняюсь. Майкоп как они относятся? Ну во-первых я руководил лабораторией субатомной физики не получая заплату. У меня были две штатные единицы и мы привлекали на 0,4 ставки сотрудника Баксанской обсерватории. И молодой сотрудник наш он выиграл грант президента России. Успешно он в этом году должен отчитаться. До этого у нас последний грант РФФИ, что университет получил, только мы получили. Три года 18, 19, 20 год это я руководил этим грантом. То есть мы довольно успешны. Закрыть было сложно, потому что возникал закрывают. я извиняюсь. Ничего, ничего. Но как сделал он Вектор? Он конечно профессионал в таких вопросах. Он воспользовался тем, что мы открываем совместную, точнее восстанавливаем совместную института мягерных исследований лабораторию астрофизики, физики космических лучей. И он как бы мою лабораторию туда включил меня, не спросив естественно, преобразовал в кавычках мою лабораторию вот в такую структуру. Таким образом от меня избавляется, мои сотрудники переходят туда, все мои активы оказываются в новой лаборатории. Вот такая махинация простая. Так, Азамат, не буду задерживать. Последний вопрос очень коротко. Когда мы увидим профессора Азамата Хаконова здесь в КБГУ? Я на самом деле, как сотрудник Баксанской интернет-инстрибной инстрибной 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 Университет, как сотрудник Института ядерных исследований, где совместно, нет худа без направлений. Но, нет, эти препятствия вместе создадут, вот наблюдайте, буквально завтра у меня выключат пропуск. Вот мой прогноз, то есть в университет я не смогу зайти с завтрашнего дня, это прогноз.